Насколько вдаваться в детство, потому что в детстве мы все хотели быть людьми разных профессий, я хотел быть пожарным, я хотел летом продавать мороженое, я хотел быть военным, летчиком обязательно, обязательно летчиком, летать на сверхзвуковых самолетах. Вот, к актерству я пришел достаточно, а, да, еще, значит, в принципе, я считаю, что в детстве нужно постараться заниматься как можно большим видами деятельности. Вот, хочешь ты пойти там заниматься спортом, да, сходи, позанимайся, но не твое, не твое уйдешь, хочешь начать, не знаю, фотографировать, сходи в этот кружок зайди, вот, да, там, хочешь попиликать на скрипке, сходи, попиликай на скрипке. И в результате, мне кажется, лучше что-то сделать и потом, да, чем потом ты не сделаешь и будешь жалеть. К актерству я пришел достаточно прозаично, просто у меня есть старший брат, который во времена, наверное, когда мне было там 13, может быть, 14 лет, он заканчивал театральный институт. И всегда приглашают пап, мам, братьев, теть, дяди. И вот я тоже был приглашен на дипломный спектакль. А это называлось, я до сих пор помню, это называлось «Беспокойная старость». И поразило меня то, что до конца спектакля я не мог найти своего брата. Вот не мог найти своего брата. И потом оказалось, что он играл главную роль профессора Полежаева. Он был старый, он был старый. А я-то привык, что мой брат, ему чуть больше 20 лет. И вот настолько меня это поразило, что мне захотелось тоже неким образом вот это попробовать. Поэтому, вот, наверное, в актерство меня привел мой брат. Даже не то, что он хотел, чтобы я был. Да, на самом деле он не очень хотел, чтобы я этим занимался. А привел вот этот шок от того, что я не узнал брата, когда мне сказали, что это он, не он. Я, кстати, долго не верил. И поэтому меня даже завели в гримерку, чтобы я посмотрел, что это правда. Потому что я просто сказал, не, ну такого быть не можно. Не может быть, потому что просто вот не может быть никогда. Ну как молодой человек может играть старика? Я себе по тем временам это не мог представить. Поэтому вот я тоже захотел попробовать. А уж как это получилось, не мне решать. Марат, ну, совет для всех, да, то есть, вот, вывод из этой ситуации сейчас секундочку. Вывод? Какой вывод? Ну, такой вывод, ну, как бы, да, вот, переходим к совету для всех, да, вот, основываясь на этой ситуации. Вывод, ну, опять, я могу сделать вывод один, вот для себя, да, что нужно заниматься тем, что тебе нравится, а не тем, чем тебе говорят. Потому что, наверное, выгоднее быть и тогда, и сейчас, юристом, экономистом. Вот, актерство – профессия опасная. Профессия, которая сегодня ты востребован, завтра ты никому не нужен, и не потому, что ты стал менее талантливым. Но все равно ты всех денег не заработаешь. А кто-то сказал, что на работу нужно идти с желанием. Вот ты должен, тебе должно это нравиться. Да, ты можешь зарабатывать больше денег, но через какое-то время тебе это будет противно. Поэтому мне кажется, что нужно заниматься тем, к чему тебя тянет. К чему я и говорю, что люди должны перед тем, как выбрать свою профессию, все-таки позаниматься достаточным количеством каких-то дел. Чтобы определить для себя все-таки, ну, я не знаю, призвание, не призвание. Но тем, что тебе будет приятно делать, потому что ты профессию выбираешь. Ну, во всяком случае, я выбирал, да, старался на всю жизнь.